Наша полиция нас бережет. В четверг новый начальник Ивановского управления МВД отчитался перед региональными депутатами об итогах работы ведомства за 2014 год, когда им еще руководил неожиданно покинувший свой пост Александр Никитин. Несмотря на незначительный рост числа зарегистрированных преступлений, по сравнению с предыдущим 2013 годом, он составил 2,5%, нам удалось сохранить контроль над криминальной обстановкой в регионе, не допустить ее осложнений. Благодаря проведению мероприятий общей и индивидуальной профилактики удалось добиться снижения таких уголовно наказуемых деятельностей, как убийство, намесение тяжкого вреда, здоровье, повлекшее смерть, грабежи, краж, в том числе краж из квартир граждан. Раскрываемость этих преступлений также в прошлом году незначительно, но выросла. Успешно правоохранители боролись с незаконным оборотом наркотиков. Почти в два раза увеличилось число выявленных и пресеченных полицией наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более чем 14,5 килограммов наркотиков и сильнодействующих веществ. По линии ГИБДД тоже велась серьезная работа. Некоторые автовладельцы в последнее время высказываются, что госавтоинспекция переложила свою работу на передвижные камеры видеонаблюдения, фиксирующие только нарушения скоростного режима. Я могу с этим не согласиться замечательно, потому что век научно-технического прогресса в работу любого государственного института внедряется в современные формы методы, разработанные на базе новейших технологий, доказывающие свою состоятельность ежедневным трудом и ежедневным применением. И кроме того, это все отражается на эффективности. Кроме того, как заметил руководитель ведомства, в условиях продолжающегося реформирования в органах нужно быть готовым к значительному сокращению личного состава и в ГИБДД в том числе. Замена живых полицейских средствами видеофиксацию, уверен Андрей Лузин, более чем эффективное решение кадровой проблемы. Зарплату камеры не просят, да еще и регулярно пополняют бюджет. В целях дальнейшего снижения тяжести и последствий профилактики дорожно-транспортной аварийности мы намерены проводить работу по увеличению количества комплексов, работающих в автоматическом режиме, не только по выявлению нарушений скоростного режима, но и нарушений правил проезда пешеходных переходов и перекрестов. В этой части средства фото- и видеофиксации являются нашими техническими помощниками в деле выявления профилактики и предупреждения правонарушений с основной задачей не допустить дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Не коснулся Андрей Лузин разве что темы профилактики коррупции и превышения полномочий в органах внутренних дел. Действительно, вопрос ведь неоднозначный, учитывая то, что именно это стало причиной отстранения его предшественника. Мучить вопросами докладчика депутаты не стали. Человек пока новый должен освоиться. Человек, который проработал в регионе несколько недель. Поэтому депутаты так щадяще подошли к этому вопросу, понимая, что человек должен разобраться в криминогенной обстановке в области в целом. И для этого нужно ни недели, ни месяц. Но все проблемы мы высветили, мы заранее подготовили все вопросы, которые нас интересуют. И начальник МВД постарался на них ответить. А вот дальше мы будем мониторить всю эту работу управления внутренних дел с тем, чтобы следующий отчет был более такой насыщенный, интересный, активный и так далее. Главное, контакт с новым руководителем у МВД области у парламентариев налажен. А значит и совместная работа будет активной и плодотворной. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.